Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о том, как сохранить свое здоровье. Сегодня мы обсудим такие темы. Жизнь с низким давлением. Гипотония – самостоятельная болезнь или симптом? Золотые правила тренировок, которые полезно знать как новичкам, так и завсегдатаям спортзала. Комплексы неполноценности, как избавиться от тараканов в голове и почему они появляются. Пониженное давление или гипотонию многие болезнью-то не считают. Ни инфаркта, ни инсульта при таком состоянии не бывает. Однако он очень мешает жить. С падением стрелки барометра энергия и сила гипотоника тоже опускаются до нуля. Как вернуть жизненный тонус – расскажем дальше. Гипотоники очень любят поспать. Если в среднем человеку необходимо 6-8 часов для сна, то тем, у кого давление низкое – 9-12. Их часто называют сони-лентяей. На самом деле долго спать, лениться по утрам – физиологическая потребность их организма. Симптомы артериальной гипотензии – это слабость, пониженная работоспособность, сонливость. Но я еще раз повторяю, что это могут быть проявления какого-то заболевания. Поэтому если человек это беспокоит, ему обязательно надо обратиться к врачу. Ну а так по опыту могу сказать, что если у человека ничего не находим, то это, как правило, дотренированные люди. То есть люди, которые мало занимаются физической нагрузкой. Это нарушенный сон, когда человек либо ночной сменой, либо он просто ведет такой вот образ жизни, когда он ночью вынужден бодрствовать или по собственной инициативе, или по работе. То есть вот все-таки приверженность к здоровому образу жизни и какому-то режиму, выработке режима, оно позволяет справиться с этой проблемой, если это не есть какое-то другое заболевание, тяжелое, проявлением которого является гипотония. Гипотония, в отличие от гипертонии, является собой обратный процесс. Понижение давления. Часто это может сигнализировать о нервном перенапряжении, неправильном питании, сильной усталости или являться следствием перенесенных заболеваний. А что касается артериальной гипотонии, то в отличие от артериальной гипертонии, она не считается самостоятельным заболеванием, потому что снижение артериального давления, оно может быть, как правило, чаще всего оно бывает вторичным, то есть в рамках какого-то текущего заболевания. У меня очень часто люди думают, что это просто, а там эрозивный гастрит с кровотечением постоянным. Поэтому надо все-таки задуматься об этом и обследоваться. Врачи напоминают, лечением любых сосудистых заболеваний должен заниматься врач. Вам не составит никакого труда и самостоятельно сбить или поднять давление. Но ввиду отсутствия необходимых знаний, вы можете причинить своему организму непоправимый вред. Очень часто молодые люди обращаются с такими проблемами, что у них пониженное артериальное давление. Ну, во-первых, пониженное артериальное давление – это давление, которое ниже 100 на 60. И, ну, как правило, оно не стойкое все равно, а временами какими-то бывает. Но это с каждым человеком надо разбираться индивидуально, потому что это зависит и от образа жизни, и надо исключать все вторичные, первичные, вернее, причины, то есть все заболевания, которые приводят к развитию артериальной гипотонии. Не так безопасна, как кажется на первый взгляд артериальная гипотония. С годами в испытывающих постоянные перепады давления сосудах происходит структурная перестройка. И, как правило, люди, которые в молодости страдают, вот говорят, что я была всегда гипотоником, с развитием атеросклероза у них развивается артериальная гипертония. То есть это как раз предрасположенность к развитию артериальной гипертонии. Поэтому надо задуматься обязательно, что с течением времени гипотоник превратится в гипертоника. Профилактика только одна – физические нагрузки. Там нужно тренировать сосудистую стенку, потому что гипотония, она часто бывает в семье, да, вот у мамы была гипотония, у папы была гипотония. Это слабость мышц сосудов, эластичность сосудов нарушена. Повысить мышечный сосудистый тонус могут занятия в бассейне, игровые виды спорта, теннис, волейбол, бадминтон. Ощущение бодрости и новых сил дает и контрастный душ. Полюбите водные процедуры. Хороший эффект оказывают сауны и массаж. Если вас все еще продолжает мучить низкое давление, не мешает обратиться к терапевту. Ведь чаще всего гипотония – это симптом какого-то заболевания. Наша самооценка – хранитель личного психического комфорта. И если самооценка низкая, просыпается комплекс неполноценности. Он-то и становится нередко причиной наших неврозов. В следующем сюжете мы разберемся, как избавиться от комплексов, от разнообразных психологических проблем и тараканов в голове. Психологи уверены, первый шаг к избавлению от комплексов, а значит, к более осознанной и гармоничной жизни – это умение увидеть и понять, где в нашей жизни происходит искажение. Наверное, не зря Джеймс Камерон, гениальный продюсер «Аватара», сделал признанием в любви культуры «Нави» слова «Я тебя вижу», «Тебя, без придуманных тобой уже искажений». Чем больше их в нас, тем меньше внимания мы уделяем реализации своего потенциала и совершенствованию себя как личности. Чаще в детстве это возникает, когда родители говорят ребенку – «Ты должен быть самым лучшим». Если у ребенка не получается быть самым лучшим, он считает себя неудачником. Даже если в его дневнике наряду с пятерками только одна, две четверки, ребенок уже считает себя неудачником. Или если ребенок может что-то выполнять хорошо с точки зрения окружающих, но не очень хорошо с точки зрения родителей, он очень часто может примерить на себя вот это ощущение несостоятельности. Даже если внешне кажется, что человек успешный, внутренняя его позиция, она все-таки остается такой негативной. Человек страдает от комплексов, потому что часто упускает возможности, которые ему дает судьба. Он не считает себя достойным этих возможностей и очень часто отказывается от борьбы. Как правило, комплексы неполноценности родом из детства. Однако они могут появиться и у взрослого человека, который попал в новую среду, и ему сложно адаптироваться к ней. Разобраться в проблеме помогут психологи или психотерапевты, но многое может сделать человек и сам. Мы не можем изменить те обстоятельства, в которых мы выросли и воспитывались. И не можем, может быть, в детском возрасте противостоять тем убеждениям, которые внушают нам родители. Но во взрослом возрасте мы способны понять, что внешняя оценка, оценка наших родителей, она, конечно, имеет большое значение. Но все же человек сам способен осуществлять свой выбор и нести за него ответственность. Есть несколько простых рекомендаций психологов, которые каждый человек способен выполнить сам. Например, взять лист бумаги и разделить его на две половины. На одной написать свои недостатки, а на другой свои достоинства. Затем прочитать все это, а потом разорвать лист с негативными утверждениями. Чтобы остались только позитивные, их нужно почаще перечитывать. Это придаст уверенности в себе. Очень важно мыслить позитивно, то есть надеяться на успех, быть готовым к победе, не ожидать всегда только победы, но рассчитывать на нее. Если мы с негативным каким-то утверждением принимаемся за дело, то, скорее всего, это дело будет не очень удачным. Очень важно бывает переформулировать некоторые утверждения. Для этого можно тоже взять листок и ручку и написать все, что вы не умеете или у вас не получается, а потом все частицы не зачеркнуть. И прочитать, что получилось. Я умею петь. У меня получается общаться с людьми. И это просто для тренировки. Вот всегда утверждения, когда... Утверждения такие негативные, когда мы начинаем с нет. У меня не получается, я не способна и так далее. Это такие шаблоны, которые действительно меняют отношение человека к себе и ограничивают его. Вот зачеркните не. Разрешите себе да. Почему не да? Почему не вы достойны этого? Почему вы не можете это попробовать? Попробуйте. И обязательно получится. Важно научиться верить в себя, в свои силы. Для этого бывает полезно соревноваться. А еще нужно не сравнивать себя с кем бы то ни было. Вы должны понимать, что каждый человек уникален. И подражать кому-то, это значит жить не своей жизнью. Единственное место в жизни, которое принадлежит вам, это ваша жизнь. Вы не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. Вы родились не для того, чтобы соответствовать чьим-то требованиям окружающей среды. Вы родились для того, чтобы принести какие-то добрые дела в этот мир. И только вы способны их сделать. Почаще улыбайтесь, смейтесь. Тогда страхи и переживания легко уйдут. Жизнь прекрасна, когда на нее смотришь с улыбкой, с оптимизмом. Это здоровое и правильное отношение к ней. То, из чего многие люди создают себе комплексы, часто можно превратить в достоинство. Ту изюминку, которая вас выгодно отличит от остальных. Многие из нас хотели бы иметь красивую, подтянутую фигуру. Быть в тонусе и прекрасной физической форме. Но сидя в офисе и только мечтая об этом, невозможно достичь желаемого. Нужны регулярные физические нагрузки. Сегодня мы познакомимся с золотыми правилами тренировок, которые полезно знать как новичкам, так и завсегдатаем спортзала. Именно они помогают достичь желаемых результатов. Любой хороший спортсмен, добившийся успеха, начинает каждую свою тренировку с разминки. 5-10 минут на кардиотренажерах хорошо разогревают мышцы. Затем небольшая растяжка обеспечивает им нужную эластичность. Все это уменьшает дискомфорт и снижает риск получения травм. Любые физические упражнения нужно начинать с движения малой интенсивности, постепенно доводя уровень нагрузки до основной тренировки. Вся тренировка начинается обычно с тяжелых упражнений, с базовых. Потому что начинается с мелких упражнений, на мелкие мышечные группы. Вы потом просто к базовым упражнениям устанете. А нужно акцент сделать именно на базу. Базовые упражнения – это упражнения, которые вовлекают в работу максимальное количество мышц. Поэтому они универсальны и подходят для любого телосложения людей. Или чтобы накачать мышцы, чтобы сжечь лишнее, они все нам подходят. К базовым упражнениям относят основные три базовых упражнения. Второе – это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. В принципе, они все три – это технически сложные упражнения. Все три поначалу обязательно нужно с тренером изучать технику выполнения. Желая максимально короткий срок достичь видимых результатов, занимаясь дома или в зале, многие совершают роковую ошибку, берясь за непосильный вес или непомерно увеличивая продолжительность занятий. В лучшем случае это может привести к перетренировке, когда на следующий день вы не сможете пошевелить ни рукой, ни ногой. Худшим же – к травмам. Чтобы этого не допустить, следуйте главным спортивным правилам – увеличивайте физические нагрузки постепенно. Количество подходов к повторению определяется за счет тех сложений для человека, который пришел заниматься. Допустим, для тех людей, кто хочет набрать мышечную массу, это, грубо говоря, 3-4 подхода повторений где-то от 6 до 10. Но это очень индивидуально и как бы это универсальные цифры, которые подходят в принципе к любому человеку. Но смотря от уровня подготовки тренер может индивидуально изменить количество повторений и вес, который будет висеть на снаряде. Еще одним важным правилом тренировок является их систематичность. Только при регулярных занятиях мы можем получить максимальный эффект. И не только добиться идеальной фигуры, но и поддерживать оптимальное физическое состояние организма долгие годы. Вот вы начинаете ходить в зал, допустим, 2 раза в неделю, 3-4, организм начинает привыкать и начинает адаптироваться к такому режиму. То есть он, когда вы приходите в зал, он уже к этому времени начинает мобилизировать все свои системы. И поэтому длительные перерывы просто дисбалансируют его. Если вы начинаете ходить 3 раза в неделю, 3 раза в неделю вы должны ходить в зал. Вот, стараться от этого никуда не уходить. Если происходит, допустим, какой-то у вас перерыв, там, одна тренировка, 2, старайтесь мышечные группы, которые работают, должны были в тренировках, которые вы пропустили, задействовать их каким-то образом дома. То есть, допустим, пресс, то же самое, можно дома отжиматься, можно делать вышагивание, выпрыгивание можно дома делать. В принципе, в домашних условиях можно накатить практически любую мышечную группу. Случается и такое, что, начав тренировки, следуя всем указаниям инструктора, человек с нетерпением ждет видимых результатов, но достигает меньшего, чем желал бы. Например, хотелось бы за месяц сбросить 10 килограммов, а удалось только 5. Попадая в эту психологическую ловушку, некоторые начинают считать, что им не удалось достичь той формы, к которой они стремятся. И все это пустая трата времени. Чтобы этого не случилось, следует понимать, что через месяц вы, возможно, не обретете кондиции фотомодели, но уже наверняка избавитесь от какого-то количества лишнего веса. Подтяните мышцы и заложите прочный фундамент к достижению успеха. Начинать день с положительного настроя уже полдела. Улыбайтесь, учитесь позитивно мыслить, работайте над собой. Все кажется сложным только поначалу. Хвалите себя за ваши маленькие победы каждый день. Это, несомненно, пойдет на пользу вашему здоровью и душевному, и физическому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова